Привет! Меня зовут Андрей Барбекю, и я совместно с магазином БАЗа начинаю новый цикл обзоров, посвященный студийному оборудованию. Начинать мы будем говорить о микрофонах, о том, как их можно использовать, какие они бывают, в чем их отличия. Все это мы будем обсуждать, слушать, мы будем записывать демо записи разных микрофонов и выкладывать их под видео. Вы сможете сами убедиться в случайне каких-то различных микрофонов. Ну а сегодня мы поговорим о том, вообще, какие бывают типы микрофонов. Дело в том, что их, видите, здесь лежит немало, и все они чем-то отличаются друг от друга. Не только внешним видом, но и какой-то своей внутренней, именно, внутренней начинкой. Назовем это так. Ну, к примеру, есть конденсаторные микрофоны. Конденсаторные микрофоны – это студийные микрофоны. Они бывают абсолютно разные, с разным набором функций, с разной характеристикой направленности. Ну, вот, например, вот этот вот конденсаторный микрофон. У него есть лоукат-фильтр. Можно сразу же его включить и записывать уже с обрезанными низкими частотами. Он здесь обрезает 100 Гц в данном микрофоне. Характеристика у него кардиоида. И также есть встроенный аттенюатор. На тот случай, если вы записываете очень громкий источник звука, вы всегда можете сделать минус 10 дБ на микрофоне непосредственно. Разные конденсаторные микрофоны могут обладать еще какими-то дополнительными характеристиками или не обладать ими. Но что будет неизменно – это конденсатор внутри этого микрофона. Применять их можно абсолютно для разных целей. От записи голоса до записи фортепиано или каких-то перкуссионных инструментов. Разные конденсаторные микрофоны, они, естественно, будут звучать немного по-разному. Поэтому в наших последующих обзорах мы будем записывать и выкладывать результаты, чтобы вы могли сами послушать, как именно звучит этот микрофон, то есть как он снимает звуковой сигнал. Также, например, распространенный студийный микрофон – это, к примеру, ленточный. Дело в том, что ленточные микрофоны – они наиболее капризные, наверное, студийные микрофоны, потому что ленточка, которая снимает звук, она очень хрупкая, скажем так, и с ними всегда нужно обращаться очень аккуратно. Особенность ленточных микрофонов – это хорошая передача именно низкой середины низких частот и небольшое заваливание на высоких частотах. Но это всё компенсируется эквалайзером довольно-таки неплохо. И в итоге вы получаете насыщенный глубокий звук. Удобен этот микрофон ещё тем, что у него две рабочие поверхности. Ну, то бишь его направленность – это восьмёрка. То есть он улавливает звук как с одной стороны, так и с другой стороны одинаково. И одновременно могут петь в этот микрофон двое вокалистов, к примеру. Как его ещё можно использовать? Сфера использования, она у него такая же разнообразная, как и у конденсаторных микрофонов. То есть вы можете записывать им и гитары, и фортепиано, снимать сигнал с комбиков. Как угодно. Есть, например, такие вот микрофоны конденсаторные. Подобранная стереопара. Что значит подобранная стереопара? Это значит, что микрофоны подобраны таким образом, что их характеристика частотная, она практически одинаковая, скажем так. Вот эти два инструментальных микрофона скорее подойдут для подзвучивания оверхедов. То есть они вешаются сверху над барабанной установкой. И, соответственно, снимают стереосигнал с хайхедов. У этих микрофонов есть, опять же, low-cut фильтр. То есть можно сразу же избавиться от ненужных низких частот. Но, опять же, не все подобные пары могут обладать вот этими дополнительными характеристиками. Вот. Но суть у них остается одна. То есть это два микрофона с наиболее близкими частотными характеристиками. И работать они должны в паре. Ну, я считаю так. Не важно, будет это барабаны или вы будете записывать, к примеру, хрустическую гитару двумя микрофонами. Или снимаете сигнал, опять же, с комбика. или подзвучиваете барабанную установку. Не важно. Направленность у них, опять же, кардиоида. То есть они воспринимают сигнал в основном тот, который перед ними. То есть источник звука перед микрофоном. Эти микрофоны больше подойдут именно для звукоснимания каких-то инструментов. Не локальных. Есть вот такие вот универсальные инструментальные микрофоны, петлички. которые можно прицеплять непосредственно к инструменту. Например, на трубу. Да, очень удобно. Или прикреплять его к акустической гитаре. То есть такие вот микрофоны, это исключительно инструментальные. просто сделанные для удобства, чтобы его можно было как-то по-хитрому покрепить и снимать источник звука с инструмента. Еще один тип микрофонов, это динамические микрофоны. Все уже их наверняка видели. Динамические микрофоны в основном используются на концертных площадках. Это концертные микрофоны. Они отличаются от студийных конденсаторных более крепкой формой. Мембрана более устойчивая к громким звукам и вообще к перегрузам. И к ударам в том числе. Поэтому они используются в основном в концертной истории. Но им в принципе можно подзвучивать, естественно, и другие инструменты. Также барабаны, гитары, перкуссионные инструменты. Вот. Но использовать его, например, как основной вокальный и студийный микрофон. То есть использовать конденсаторный микрофон для записи в студии, это, наверное, не совсем хорошо. Потому что характеристики у динамических микрофонов у них гораздо меньше, хуже, чем у студийных конденсаторных. Например, если студийный конденсаторный микрофон будет обладать частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц, то у большинства динамических микрофонов у них частотная характеристика от 50 до 15 кГц примерно. Для такого микрофона не нужно фантомное питание. Фантомное питание нужно для конденсаторных и для ленточных микрофонов. Также бывают вот такие вот стерео микрофоны. Дело в том, что сами по себе микрофоны, они монофонические. Стерео микрофон – это как бы два микрофона в одном. И, соответственно, если это один стерео микрофон, то как бы вот эти два его отдельных микрофона будут располагаться по такой крестовой направленности. То есть вот здесь вот видно, что, например, у этого микрофона, это ленточный стерео микрофон, у него две рабочие поверхности. Соответственно, у одного микрофона, и они расположены вот так вот, и у второго микрофона, и они расположены, соответственно, в противоположную сторону. Таким образом, этот стерео микрофон можно, к примеру, поставить по центру студии, и он будет записывать вам все, что будет происходить вокруг. Неплохо его использовать, например, если вы репетируете на репетиционной точке, и у вас нет возможности подключить каждый инструмент, подзвучить микрофоном, и записать это, там, многоканально в компьютер или на какой-то другой рекордер. Ну, вы можете поставить, к примеру, один микрофон, расположить его по центру, соответственно, вокруг музыкантов, и репетировать, и этот микрофон запишет вам как раз все, что будет играть вокруг. Также его можно использовать для, к примеру, записи разных шумов на улице или в помещениях. То бишь, тогда, когда вам нужно именно снять атмосферу каких-то помещений. Лучше всего, естественно, это будут делать либо какие-то спаренные микрофоны, либо как бы один стерео микрофон. На улице, в помещении, в студии. Можно, допустим, его, опять же, для подзвучивания парабанной установки использовать. В общем, его можно использовать везде, где вам нужно именно снять стерео и акустический окрас какого-то помещения. Есть еще один тип микрофонов, появившийся не так давно. Это USB микрофоны. Ну, отличие от всех остальных микрофонов... Ну, будем сравнивать, к примеру, с студийными конденсаторными микрофонами. Отличие в том, что для этого микрофона вам не нужно ни фантомное питание. Соответственно, вам не нужны никакие акустические провода. Вам не нужна звуковая карта. Этот микрофон подключается непосредственно проводом USB в свободный USB-порт вашего компьютера. Это удобно. Это довольно-таки универсально. То есть, в принципе, вы можете брать этот микрофон с собой куда угодно. Куда-то там, не знаю, в гости. Если там есть компьютер и есть какая-то техника, которая подключается USB-проводом, то вы можете подключить этот микрофон и что-то спеть или сыграть. Ну, USB-провод здесь не такой, естественно, как телефоны мы подключаем. А как бы... Ну, как... Я не силен в стандартах проводов. Но это, скажем так, обыкновенный USB-провод, которым вы можете подключить и... Мидикавиатуру или, там, принтер, к примеру. Естественно, если вы работаете с ним, к примеру, дома, не в студийных условиях, то вам, скорее всего, понадобится какой-то экран. Экран для того, чтобы микрофон меньше улавливал отражений от комнаты. Эти микрофоны мы тоже будем тестировать. Вы послушаете, как они звучат. Но, естественно, такой вот USB-микрофон вам не заменит какой-то хороший студийный, конденсаторный или ленточный микрофон. Такой вот портативный вариант USB-микрофона хорошо подойдет для какой-то домашней демо-записи. Поете вы, играете ли на гитаре или на каком-то другом инструменте. Подключив его к компьютеру, вы его просто ставите где-то стационарно в одном месте и принимаете с творчеством. Играете, поете. Или читаете текст. То есть, на мой взгляд, для непрофессиональной, но, тем не менее, неплохой, не самой плохой, не самой ужасной записи, можно использовать USB-микрофон. В наших дальнейших видео мы будем непосредственно записывать все эти микрофоны и выкладывать те записи, которые получились в файлах. И вы, опять же, сможете сами удостовериться в том, как звучит, как снимает звук какой-то конкретный микрофон. Сможете уловить разницу между этими типами микрофонов. Но разницу здесь, в принципе, можно искать только лишь между, к примеру, ленточными и конденсаторными микрофонами, между конденсаторными и динамическими. Вот и все. Дальше у них просто-напросто идет какая-то более узкая специализация каких-то определенных микрофонов. Ну, вот, например, как вот такие вот инструментальные. Или вот эти вот стерео микрофоны. Так что смотрите, развивайтесь и до новых встреч.